это программа бизнес курс меня зовут анна григорьева здравствуйте сегодня у меня в гостях полномочный представитель губернатора вячеслав александрович легкодух вячеслав александр добрый день спасибо что вы пришли конечно же говорить мы будем с вами о фермерстве много о нем говорят может быть не так часто по телевизору но ты как раз у нас с вами прекрасный шанс рассказать о том как дела идут у фермеров нашего собственно региона я бы предложил немножко сменить изменить тематику говорить мы будем о малом сельхоз бизнесе ну да это вы меня правильно поправляете потому что фермерство насколько мы уже выяснили очень широкий спектр да мало сельхоз предприятия это несколько разные вещи если вячеслав александр у вас какая-то статистика может быть рано еще итоги года подводить да еще год у нас не закончился стало ли больше фермеров при том что мы видим нашу продукцию там и на фермерских двориках а фермеров больше становится или нет знаете вот сейчас передо мной табличка лежит и вот буквально чтобы не быть голословным в 2013 году фермеров 15 118 в 2018 году 14 124 то бишь где-то мы на тысячу уменьшились но но земельным клином земельным клином в 2013 году 53 гектара в 2018 году 83 гектара и общее количество земли в 2013 это 803 тысячи гектар так а в 2018 там это ни много ни мало миллион сто шестьдесят четыре тысячи давайте на пальцах о чем это говорить то бишь количество фермеров уменьшилось уменьшилось но земельным клином они при они приросли они стали крупнее да вот опять же можно на массе то что мы с вами до начала программы говорили не говорит ли это о том что более крупные поглощают более мелкие мне просто временной фильтр он дает все-таки выравнивает это конечно скажем так не очень есть хорошо что для этого по на понадобилось 30 лет а в этом году фермерство движение фермерское движение отметила свое 30-летие но вот на сегодняшний день мы выравниваемся каждый понимает что он какую нишу может занимать в этом в этом бизнесе и кто-то принимает решение закрытие предприятия кто-то примет решение об открытии новых филиалов и так далее то есть это говорит о том что через сито просеялись те люди которые временной фильтр он сработал да и рынок нас вот не хотел именно приходить к этому но рынок нас отрегулировал частично кто чем должен заниматься хотя я здесь мы конечно еще и код к этому числу фермеров прибавил еще и малые сельхозпредприятия почему потому что зачастую малые сельхозпредприятия это тоже фермерское хозяйство тот же семейный бизнес только он в другой юридическом статусе находится это ложка какая-нибудь небольшая у нас порой бывает так что с оошка то бишь мы его всегда приравнивали крупному бизнесу работает на двух тысячах гектаров а фермеры по соседству работает на 3 с половиной ну не я бы здесь лучше бы делал бы градацию по объемам производства а если говорить о наших но опять же сельхозпроизводитель сельхозтоваропроизводители правильно крестьяна крестьяна по-русски давайте крестьяне давайте к чему все-таки тяготеют что хотят производить наши вот кубанские крестьяне все зависит от от раскрученности бизнеса от от объемов от инвестиционной составляющей если это крупное хозяйство конечно это в основу ложится растение водства отрасли растение водства и потом как параллельные уже начинают развиваться либо животноводство либо там переработка еще что-то если это более мелкие хозяйства среднего средней руки то это как правило растение водства животноводства садоводства здесь уже немножко шире спектр если более мелкие хозяйства у нас таких очень много хозяйства которые менее 100 гектаров земли даже могу сказать статистику у нас порядка вот из 14 с 14 с небольшим тысяч фермерских хозяйств у нас порядка 13 тысяч это фермерских хозяйств у которых земельный клин менее 100 его то есть крупников то у нас и мало получается да да у нас основная масса все-таки это мелкие фермеры чему очень сильно удивляются фермеры средней полосы россии потому что там как правило это тысячи гектар у нас количество хозяйств со размера нашей земли она плотность населения у нас немножко другая и плотность бизнеса вот мелкие хозяйства они уже тяготеют к другим другой направленности кто ягодой занимается кто тем же животноводством но специфичная не крупная ферма кролики вот у нас есть пример прямо под краснодаром лилия цыганок она кролиководством занимается и здесь же поняла что просто одно дело продавать просто тушку кролика другое дело перерабатывать и принципе приглашаю всех телезрителей на кубанскую ярмарку которая пройдет в начале октября точнее с 3 по 6 на территории нашего экспоцентра посетить и увидеть чем все таки живет наш малый крестьянин и удивиться тому разнообразию продукции которые можно просто вообще увидеть там да и попробовать и купить я думаю конечно для этого она и устраивается ярмарка у нас ежегодная да это ежегодное мероприятие ежегодно но прирастает своими участниками не могу сказать точно сколько в этом году будет но уже она уже она позиционируется не просто как какая-то площадка что-то продать есть своя деловая программа вот 3 и 4 числа у нас будут очень обширные деловые мероприятия делового плана это и семинары консультации выездное заседание комитета госдумы планируется у нас даже на 4 число там как она и сейчас еще корректируется как это все может а 3 5 6 это чисто торговые дни это суббота воскресенье это праздник это песни и все остальное все как по как положено с кубан как положено на кубанской ярмарке с кубанским колоритом сальцом кубанским со всеми вкусностями которые только можно себе представить я еще хочу некоторые фермеры даже вот я в течение лета ездил даже специально горит вот эти вот три дерева персиков не буду срывать это темрюзском районе и приберегу их на ярмарку но это говорит конечно о том что и хочется угостить вкусно но и о том что наверное все таки они будут и красиво выглядеть и поспеют к тому моменту нет они уже спел и вот беречь назрел момент что их надо срабить нет еще подожди значит это гостеприимство уже такое и вернемся потом еще к этому моменту вячеслав александрович я хочу спросить какой все-таки вклад может быть в цифрах вы мне приведете социально-экономическое развитие краснодарского края вносят наши крестьяне как вы говорите я каш понимаю что в первую очередь речь идет о занятости до населения и о том количестве людей которые работают у нас в этих формах различных хозяйствования да но я думаю что в процент такой не 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 маленький если посчитать только фермерские хозяйства без в малых при малых предприятий и без владельцев лпх то порядка 70 миллиардов рублей вот этот вот это направление на эту сумму производит продукции это примерно третья часть мусоразмерно кстати получается и земельному клину фермеры обрабатывают примерно 30 процентов земельного клина и соответственно производят ну мы там считали порядка 33 процентов производит продукции да а если еще и лпх то у нас это очень увеличивается эта цифра такой цифры нет как бы в совокупности если 70 миллиардов вы сказали да это достаточно серьезно очень серьезная цифра в год в год да но как правило же понимаете вот я мы с вами поговорили вот предварительно что такое фермер это же не просто иванов иван иваныч он приходит на работу с 8 до 5 и все это можно сказать это образ жизни это круглосуточно да это круглосуточно и это ты не один ты работаешь всей семьей это вот даже я был в свое время когда работал на земле до моего чиновничества то у нас было идеальное семейное фермерское семейное сельхозпроизводство отец и сыновья его так и называл это мой отец мой брат я и наши жены потом время пошло так что теперь мы и дети и наши дети ну вот а вот это семейного плана предприятия поэтому здесь нельзя говорить что вот одна единица фермерства это одно рабочее место один человек нет конечно это практически есть сравнение такое небольшое две кубанских станицы ну это и в других районах не буду там точно не знаю тех цифр мы знаю точно цифры про есть к район станица ясенская и станица капанская станицы капанской 10 фермерских хозяйств станицы ясенской их почти 50 станицы капанской порядка десяти частных магазинов станицы ясенской их порядка 50 торговых точек по станице вот и вы знаете сами жители говорят а по же по количеству жителей они примерно одинаковые там три с половиной тысячи там три с половиной тысячи и вот сами жители буквально вот на днях звонит мне говорит да был у вас в ясенке у вас же богаче люди живут это о чем говорит о том что фермер любое малое малое предприятие она не только сама живет не только вот в кучке она развивает и параллельно и и дает возможность улучшить свою жизнь и своим же соседям и своим родственникам своим помощником потому что у фермеров работают те же жители станицы у жителей своей семьи зарплаты на сегодняшний день фермеры платят довольно-таки достойные я бы не там не стал кричать что там где-то больше где-то меньше арендную плату фермеры тоже достойную дают за а можно какую-то цифру назвать но вот приблизительно сколько зарабатывает наемный работник из и наняты из местного населения я вам скажу так у меня есть знакомый фермер он 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 говорит я не привязываюсь к ежемесячной зарплате у него работник работает по сдельной оплате труда вот сколько гектар сделал в день сколько и вот он говорит так я говорю ему алексея его алексей за и сколько вот ты платишь работников это я стремлюсь к тому чтобы он зарабатывал не менее полумиллиона в год до где-то больше получается эффективность где-то меньше но вот вокруг этой цифры я колебаюсь это было это его мнение было еще в семнадцатом в семнадцатом году где-то больше где-то меньше вот фермеры калининского района они жалуются что очень сложно найти за 1200 в день сложно найти работника потому что работникова порой говорит а я хочу больше заработать правильно там очень сложная работа это уборка картофеля утром надо выходить и вечером чтобы днем в жару не работать вспомним темрюк плантации персиковые плантации сады тоже спрашивают сколько вот он говорит тысячи по той полторы тысячи можно на на сдельной оплате труда то бишь здесь вполне достойные но еще другой момент ведь мы не мы а вот фермер малый бизнес он ведь не только дает работу но он еще и плюс самое главное деньги остаются в экономике этой станице пришел пошел местный магазин купил он не взял этот чемодан как вот есть предприятие зарегистрированы в другом регионе ведь по большому счету прибыль то уходит в этот чемодан денег он уезжает тут тот регион и там платятся налоги правильно здесь у нас что-то остается но ресурс уже работает не на экономику региона ресурс экономика экономику соседнего территории работает поэтому вот кстати есть законодательная инициатива мы чтобы привязать уплату налогов к использованию основных ресурсов предприятия на кто территорий где это производится мне раньше казалось что работы в таких вот на уборке то что вы сейчас про персики говорили что это сезонно но на днях я выяснила что даже небольшие хозяйства стараются вот этих работников но уже тех которым они привыкли проверили задействовать круглый год и зарплату им соответственно круглый год платить то есть если например в сезон созревания плодов они их собирают то там зимой них подрезают эти деревья еще как-то за ними ухаживают вот эта практика мне кажется правильно не знаю насколько она распространена хотела ский район я с вами согласен практика это очень распространена другой пример приведу щербиновский район фермер ну крупный конечно по нашим меркам это там около двух тысяч гектаров земли у него в работе вот так он даже дома строить своим работникам то бишь он заинтересован в том ну помогает строить дает беспроцентные суды где-то перекрывает премии специально дает под это дело помогает человеку стать на ноги и укорениться на этой территории таким образом можно целые станицы мне кажется строить если у станицы не станица вот хутора мы можем конечно таким образом восстановить прям целые фермерские крестьянские наверное да коневской район хутор вольный он так и называется вольный несколько дворов порядка где-то десятка полутора десятка дворов живут одни фермеры то есть люди приезжают на заработки остаются или это местные жители которые расширяются не знаю семьи жители которые в свое время приняли решение заниматься этим этим делом и постепенно вокруг обрастают своими помощниками так скажем потому что нельзя вы знаете вот все таки я бы не говорил что ну и примиримо к себе даже вот и где-то отчасти тот который с тобой работает человек на земле нельзя его назвать работником ты пришел на работу это помощник это вы воедино делаете кстати у фермеров очень часто распространено оплата труда это какой-то процент от валового дохода даже так да это с какой целью делается это первое первый момент это заинтересованность того человека который работает в конечном результате и второй момент я считаю это просто выражение со стороны владельца бизнеса это выражение уважение к тому человеку который работает не за просто за деньги а он видит именно работает за определенные результаты вячеслав александр сколько я с вами вот общаюсь мы точно не идея не идеализируем ситуацию много ли у нас таких до добропорядочных фермеров крестьян которые так действительно на самом деле относятся к своим работникам я бы сказал большинстве своем если есть индивидуумы они есть везде как как в той знаменитой нашей поговорке в семье не без определенного момента но в нашей семье фермеров большинстве своем это так и могу даже пригласить проехать любой фермерское хозяйство здесь вот рядом поблизости с костандаром и посмотрим чем реально живут люди буквально вот на днях узнал о следующем интересном направлении крупный фермер более 4000 гектаров у него в производстве чтобы развивать животноводческое направление ну принято такое решение что создается некий инвестиционный союз то без здесь вот уже мы немножко подходим кооперации создается некие некое предприятие где любой из явивших желания житель заниматься животноводством на нем основывается работа на ферме и он становится владельцем этой ферме а фермер свою очередь помогает ему техникой кормами финансами где-то помогает ну вот вот такой мой момент кооперации скажу так межуровневой даже потому что фермеру у которого такое количество земли понятно это бизнес там очень довольно таки солидный бизнес а этот фермер вот он зашел этот в одном из районов в частности в кореновском районе просто был активный житель станицы желающий заниматься животноводством скотоводством крупным рогатым скотом обратился крупному фермеру тот ему помог с приобретением фермы далее малый фермер получил грант поддержку государственную для организации своего бизнеса сейчас закупает животных расширяются ну вот так идет работа но вот это вот один из тех примеров кооперации о которой мы так часто и много говорим да вот да у нас знаете кооперация она представлена немножко разными направлениями где-то кооперируется одного уровня одного развития моно направления фермеры которые к примеру занимаются растениями неводством выращивают кукурузу пшеницу подсолнечник там зерновые другие культуры и пропашные и они объединяются для того чтобы продать повыгоднее свою продукцию и приобрести повыгоднее для себя некие материальные ресурсы в другой принцип объединения вот у нас есть и такой принцип объединения где крупный бизнес объединил вокруг себя это не всегда крупный фермер я знаю примеры где просто частный инвестор то бишь человек с деньгами объединил вокруг себя занимаясь перед определенной переработкой объединил вокруг себя мелких сельхоз товаропроизводителей и в принципе это очень логично очень практично и это работает он им говорит ребята мне нужен мне нужно там нужен подсолнечник такого сорта кукуруза такого сорта соя такого-то сорта вот вам семена выращиваете они выращивая эту культуру они уже знают что у них есть гарантированный сбыт и нет такой боязни и опасений что я могу не продать или могу не выгодно это самый большой страх собственно говоря мне кажется да 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 и вот есть еще одна ветка кооперации это когда в одно в одно предприятие объединяются несколько фермерских хозяйств это сложившийся уже бизнес но один производит зерно выращивает зерно я так образно говорю другой это зерно перерабатывает в комбикорм 3 этот комбикорм эти корма кормит животным и дует молоко а четвертый с того молочного стада ватра откармливают бычков осени соединены на кооперативе которые перерабатывают молочную продукцию и в сетях наших продает сыр и сметану и все остальное людям там не удалось донести эту мысль что кооператив это хорошо помните года наверное два назад когда мы с вами разговаривали еще очень сложно шел этот процесс очень сложно что только с начала года у нас организована около 70 кооперативов я думаю этот процесс у нас маховик потихоньку раскручивается и люди верят в то что объединившись именно в кооператив это не колхоз и грубо говоря женку куда-нибудь не заберут и хату не отпишут совсем большое сейчас прервемся на короткую рекламу эта программа бизнес-курс через несколько секунд мы продолжим нашу беседу эта программа бизнес-курс сегодня у меня в гостях полномочный представитель губернатора вячеслав александрович легкодух вячеслав александрович далеко не все вопросы мне кажется мы не уложимся время отведенные нам программы которые хотелось бы с вами обсудить вы уже назвали мне сумму сумму которая ежегодно вот на данный момент средняя до 70 миллиардов до миллиардов в районе мы так как ранее один год был 79 миллиардов другой год немножко поменьше но в среднем до которые просто начинали в 13 вот у меня статистику за 13 года в тринадцатом году эта цифра была 39 миллиардов но это то что поступает в казну краснодарского это то что на какую сумму производится продукции малыми сельхоз товаропроизводителей а теперь хочется в обратную сторону немножко посмотреть а сколько тратится на поддержку наших сельхоз товаропроизводителей сколько тратится можно так скажу в общем в общем у нас вот действует несколько чисто фермерских программ поддержки вот чисто фермерские ни одна оошка ни один спк туда не могут зайти потому что там прописано условие ты должен быть фермером крестьянское фермерское хозяйство это начинающий фермер это семейная животноводческая ферма это две поддержки по кооперации причем одна поддержка это чисто наша краевая это начинающий кооператив и вот две первых которые сказал они работают с 12 года и нас уже начинающий фермер до сегодняшнего гранта сегодня еще 50 фермеров получили порядка с ну там 49 получили гранты так вот до сегодняшнего момента 184 фермера получил остало по семейной животноводческой ферме это семьде это 74 плюс еще сегодня это порядка 85 получателей грантов по кооперативам кооперативы на действует программа поддержки с семнадцатого года и вот под этим особым направлением фермерства фермерской поддержки было выплачено мер господдержки а это я перечисляю только гранты это гранты это деньги которые не нужно да это деньги которые не нужно возвращать это не субсидия чтобы затратиться а потом получить компенсацию это чисто наперед тебе дают деньги до порядка более двух миллиардов рублей это я еще не сказал про действия нашей тоже чисто краевой программы это малый сад в этом году сту мили порядка 100 миллионов она кстати не давно была запущена до а вот она второй год только будет и агро стартап в этом году стартует у нас это еще хочется сказать отдельно аудитории это для участия в этой программе в отличие от того что я сказал ранее в этой программе не надо быть фермером а кем и гипотетически можешь стать фермером но ты житель сельской местности занимаешься личным подсудным хозяйством но видишь что твой рост именно в дальнейшем расширение бизнеса и переходе из одной фазы сельхозпроизводства в другую фильме уже юридический статус получить нужно представить проект представляешь проект ну естественно ты соглашаешься с условиями этой программы представляешь проект бизнес-план отставившего и получаешь до 3 миллионов рублей грант а если ты участник кооператива то еще один миллион рублей на развитие кооператива в общей сложности до 4 миллионов рублей и только лишь после получения принятия положительного решения комиссии на в течение 15 дней ты должен зарегистрироваться как фермерское хозяйство очень привлекательная грант пока мы в этом году закладываем чуть более 100 миллионов рублей на эту поддержку но все это работает совокуп и вот еще раз говорю более двух миллиардов рублей выделено на эти до с начала года с начала года фермеры получили только фермеры и только лишь вот по вот этим индивидуальным мерам своей поддержки я здесь не говорю про субсидии на сданное молоко владельцами лпх а чисто по фермерам получили порядка из трех с половиной миллиардов мы получили порядка миллиарда рублей пишет а порядка 30 процентов он тоже получил фермеру поддержки деньги огромные я считаю деньги огромные всего в этом году планируется более 8 миллиардов рублей субсидий на сельхоз товара на всю сельхоз товаропроизводить в девятнадцатом девятнадцатом года до конца года сейчас будет активизирована еще ряд программ вот ну как это скептики как бы тут не относились к этому все деньги у нас возвращаются в виде налоговых поступлений и они вполне эффективно работают поэтому здесь законодателей наших не нужно сильно убеждать спасибо им конечно что они и не и не требует сильного убеждения соглашаются с необходимостью наращивание мер поддержки животноводом садоводом виноградарем нашим и перерабочим помните не так давно мы говорили с вами о том что собственно без поддержки государства и краевых властей наверное не удалось бы нам вообще поднять фермерское хозяйство после того что мы пришли вам рассказывал как без без поддержки государства можно было стартовать как когда человек просто на пустом месте вот у меня ничего нет у нее только есть желание из кусок поэт от земли как ему пойти и ничего у нас есть фонд микрофинансирования но я на сегодняшний день а вот раньше как без поддержки государства не началось бы фермерством это желающие для этого нашего силаевского миллиарда в свое время невозможно было бы купить фермерам не технику не мельницы не маслоцехи оборудования для этих вещей невозможно было купить бы потому что кредит просто на пустом месте в банке сложно получить но здесь есть сейчас найден выход в современных реалиях фонд микрофинансирования можно заявиться если не хватает залога тупом полтора рядом по вам поможет другой фонд который обеспечить тебя залогом это мы уже с вами о субсидиях говорим да этому уже меры господдержки вот про гранты мы проговорили а про то что касается вот этих льготных займов правильно же это фонд микрофинансирования это не льготный займ это просто фонд микрофинансирования где работают наши краевые деньги как краевые бюджетные деньги и изначально без всяких льгот без всяких субсидий было бы принималось решение что ставка будет варьироваться между пятью и восьми процентами изначально сейчас это еще немножко ниже там можно по некоторым направлениям и чуть более четырех процентов взять займ это займ это не а есть еще мера поддержки это льготные кредиты так называемая это спасибо ассоциации фермеров спасибо нам всем за то что на федеральном уровне все-таки про продавили проломили пролоббировали этот момент когда из 15 к примеру процентов годовых банковских в среднем процентов годовых 10 процентов банку субсидируется из федерального бюджета и к фермеру доходит это уже в виде просто 5 процентного кредита а по некоторым банковским учреждениям по некоторым банкам и нашим региональным ну я вам могу похвастаться что мою сын прошлом году взял кредит по 3 из 6 десятых процента годовых это очень низкий процент 3 миллиона 3 миллиона рублей 10 тысяч в месяц платит проценты сейчас мы ведем работу активную по распространению этой программы для перерабатывающих предприятий потому что хотим или не хотим а переработка покупает нашу продукцию фермерскую продукцию приобретает берет для переработки но приобретает и так как они отстранены от этого льготного скажем так дешевых денег но так их назовем более дешевых денег то хотим не хотим они вот эти проценты вкладывают в понижение закупочных цен на нашу продажу поэтому здесь для того чтобы более эффективно продавать более выгодно продавать сельхозтовропроизводителям надо помочь и переработчикам соответственно покупать привлекать инвестиции более дешевые средства я хочу спросить вячеслав александрович складывается впечатление что ну грубо говоря вот приходишь ты и тебе дают деньги под низкий процент вот практически кем бы ты ни был но бы я знаю что бывают случаи когда людям и отказывают в таких кредитах давайте может быть мы коротко с вами проговорим условия получения этих льготных кредитов или же их не получения ведь бывают я получение льготного кредита они такие же как условия получения обычного кредита это одни банковские но требования это эффективно эффективные показатели твоей работе и понятно что если ты производишь на миллион рублей ты не можешь взять 15 миллионов без обеспечения и банк видит что ну просто ты не кредитоспособен тут соразмерно бизнеса из и идет и кредит идет и заим в том же фонде микрофинансирования вот по субсидиям там немножко сложнее по субсидиям есть отказы самый частый отказ к сожалению это налоговые задолженность фермеров сельку ну скажу так задолженность соискателя этой поддержки задолженность по налогам здесь выход только один это ежемесячно мониторить свои налоговые свою налоговую историю этому если ты хочешь пользоваться той же субсидии пожалуйста там ежемесячно ежеквартально ты знаешь примерно когда это дается пожалуйста беспокойся налоговая инспекция акт сверки в этот же день в день обращения тебе дают и ты видишь где у тебя плюсы где минусы есть определенный фактор это небольшая технические моменты скажем так технические проблемы в налоговой службе но здесь мы видим активную работу мы с вами говорили уже о том что все-таки наши крестьяне это чаще всего семейные подряды такие до семейных хозяйствах хочу зачитать у меня написано что существует комплексная программа не знаю кстати какая краевая или более крупная по переводу личных пособных подсобных хозяйств фермерские хозяйства семейного типа но я так поняла что она не очень пользуется популярностью вот эти два момента у меня не состыковались в голове а вот это начинающий фермер это семейная животноводческая ферма это вот элементы элементы этой программы агро стартап я вам сейчас сказал что не нужно быть даже зарегистрированным фермером участвуешь поддержки вот это и есть элементы вот этой программы вот это она и есть все понятно и хотелось бы мне с вами еще поговорить о о землепользовании больной вопрос говорят правда для фермеров если раньше фермер ну сельхозник говорил что ой помогите продать ой помогите у меня забрали землю вот в таком случае касаясь земельных то сегодня фермер говорит другое подскажите где лучше продать и как лучше подскажите что лучше вырастить чтобы лучше потом продать а касаемо земельных отношений то фермер говорит помогите купить и подскажите как быстрее продлить договор аренды здесь уже немножко совсем другие то есть остроту этот вопрос все-таки потерял нет острота есть это было есть и будет земельные но кроме кроме вот этих вот взаимоотношений с государством земельные машины почему-то всегда воспринимаем что земельные отношения это аренда государственной земли нет земельные отношения это работа и с общей долевой собственностью это так называемые наши пайщики которые свое время вышли из хозяйств и земельные наделы есть моменты перетягивания пайщиков то бишь здесь законодательство им и у нам удалось частично отрегулировать законодательство чтобы более цивилизованно происходил тот момент продление договорных отношений с участниками общей долевой с пайщиками так называемые земельные отношения это очень здесь вот последний выезд губернатора мы опять поднимался вопрос о предоставлении пастбищ и губернатор четко сказал что для меня приоритетно все-таки использование земли как пастбище как какая-то как источника ну кормильца этого бизнеса чем получение тупо получение доходов в бюджет с высокой арендной платы и вот буквально у меня намечены ряд мероприятий совместно с департамент имущественных отношений совместно с министерством законодательным собранием спасибо им тоже за эту инициативу мы будем выезжать в районы где где исторически сложилось что люди занимаются животноводством это наше предгорье это успенский район от радинский район это мостовской район обширонский район лобинский район вот в эти районы будем выезжать и будем рассматривать помогать людям решить вопросы продления и регулирование земельных отношений касаемо пастбища то есть по крайней мере диалог наладить удалось какой-то уже не так это все ну хотя бы да в тур в том ключе что изменились изменился тон и изменились вопросы я считаю что конечно удалось а что касается мнения что мы земельные паи используем неэффективно вот как вы отнесете а кто такое мнение ну такое мнение бытует средствах массовой информации как бы вот сказать так чтобы не обидеть те средства массовой массовой информации но что такое для фермера земля он не разделяет это государственная земля или это паевая земля что такое для любого крестьянина земля это земля это это мать наша мать говорится крестьянская вот и получать те результаты которые получаем и крестьяне в этом году мы перешли за планку 11 миллионов тонн только лишь по зерновому клину еще не подведены итоги по кукурузе по рису по пропашным культурам ну как можно сказать что неэффективно используется земля я бы не разделял здесь по и не по и просто не эффективно по некоторым моментам даже страшно становится некоторые фермеры но в том числе и фермеры они такую арендную плату платят собственникам паев что просто говорю вы на грани эффективности своего труда тут я бы не не согласился с этим мнением мне очень нравится мы с вами начали развенчивать мифы вот 1 развенчали сейчас да про неэффективность использования земельных паев а давайте теперь про тот факт опять же будем говорить бытует мнение некоторые люди говорят что фермеры точнее крестьяне бабушка на лавочке сказала да что некоторые крестьяне не могут продать свою продукцию помните еще не так давно этот вопрос вы и сами мне вот несколько минут назад подтвердили это да что отвечал сегодня уже этого вопрос уже можем продать сегодня стоит вопрос где продать и как ее продать более эффективно да потому что а что способствовало все таки что касается вот производства даже овощного направления но мы производим на кубани производим гораздо больше чем мы можем сами употребить и чем даже нам рекомендуют медицинские показания в среднем на кубани производится порядка 150 килограмм в год на одного жителя кубани это по всем направлениям это не только касаемо фермерских хозяйств это и малые хозяйства и лпх и крупный бизнес вот а по медицинским показаниям нам достаточно 120 килограмм но мы же понимаем что в эти 120 килограмм ходят и апельсины привезенные из-за рубежа это и какие-то другие экзотические фрукты и овощи и на кубани явно наблюдается перепроизводство и избыток до перепроизводство до избыток и мы знаем что у нас есть такие целые лидеры причем лидеры в федеральном масштабе по производству определенного направления плодовощной продукции ягодной продукции белореченский район это наша анталия я весной ехал у меня даже на видео снято это теплицы теплицы парники теплицы теплицы парники это ягоды это ранее ягода это направление калининский район ну куда не по покажи пальцем везде растет ранний картофель март месяц они уже там копошатся уже под вот это знаете интересно называется оказывается не знал такой чисто узкие производстве как это термин мы сажаем картофель под памперс под памперс да это вот это вот укрытие называем памперсом но это пленка это пленка это не при это не парничок который стоит стоит на какой-то дуге а это прямо на земле лежит пленка она землей присыпается и вот она создает определенный тепловой температурный режим где картофель быстренько всходит потом она пленка это убирается и дальше происходит рост этого картофеля начало марта начало марта крестьяне калининского района они уже вовсю в поле работают и высаживают первую 1 ранний картофель это в лобинском районе но это белореченский лобинский район уус лобинский район вот это вот вдоль дельты вдоль нашей основной нашей водной магистрали это реки кубань выращиваются вот эти ягоды в лобинском районе у нас вообще уникальный пример у нас мы выращиваем голубику да я знаю да 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 причем это было очень интересно смотреть это единственная культура которая не не нуждается в кубанском чернозем горшок типа горшка такого пленки там свое свой субстрат грунт какой-то грунт кислый как правило это опилки это смешано с торфом это более кислый грунт и там растет это растение гулькевические районы нас мека кукуруза бундиуэль в каждом подворье в каждом дворе выращивается эта кукуруза там есть целый поселок который на территории которого такой оптовый рынок со всего юфу съезжаются машины и скупают этот продукт я хочу спросить вас вячеслав александр о цене нашего продукта я например то что я вижу на наших фермерских двориках достаточно настало ну доступно грубо говоря домашние помидорки и огурчики может быть конечно сезон попадает да я сейчас это на себе вижу но мне кажется продукция стала более доступной или я не права если я соглашусь благодаря чему тогда абсолютно с вами соглашусь а потому что ушел тот миф что поймете правильно мы с вами уже обсуждали что торговый бренд фермер он популярен да вот но ушел тот миф что на кубани все вот тот момент когда я сказал что мы производим 150 грамм да все-таки перепроизводство она работает регулирует в определенном плане рынок и прошел тот миф что и все что выращено кубани я должен продавать за в 3 дорога спрашиваю в начале двухтысячных василий васильевич почему ты продаешь помидоры по 100 рублей когда не на рынке по 80 но цеш наше кубанское ну наша кубанская он вырастил этот и эту грядку на следующий год у него меньше грядка потом еще меньше а где же ты делся да не выгодно помидоры выращивать их никто не покупать не не берет не берет потому что дорого вот этот момент все таки отрегулировал и вполне конкурентно способны и мы можем продавать конечно по реальным ценам не завышая ничего нигде это была программа бизнес курс смотрите нас до встречи а